и всем привет вот и пришло время выкладывать видео о подготовке к пасхе я всегда это делаю заранее но в этом году прям заранее заранее но и в этом году передо мной стоит довольно таки тяжелая задача потому что прекрасные дамы в один гол и заявили что они на диете мне придется как-то что-то придумывать первым делом я перебила блендером творог чтобы он стал однородной массой но честно говоря если вы готовите на большую семью и вам нужно много куличей то легче в лидли купить банку кондитерского творога он уже перебит там не будет никаких зерен и вы также сэкономите себе время и и невооруженным взглядом видно как много я добавила сливочного масла честно скажу он получился такой немножко жирненький поэтому на саму пасху я прям в половину буду урезать количество масла под видео оставлю оригинальный рецепт и вы уже смотрите по ситуации если хотите более с насыщенным вкусом сливочного масла то используйте ровно ту кромовку если все же вы хотите более диетичный тогда но мне кажется стоит все таки урезать уж многовато там сливочного масла и все я перебиваю ручным миксером и кстати кулич готовится без опары собственно благодаря этому очень экономится время и он все равно несмотря на то что там нет дрожжей он поднялся все равно шапочки красивые получились и они приподнялись в духовке в эту массу первым делом я добавила творог все хорошенько перемешала и начала вводить просеянную муку и также разрыхлитель теста и конечно же в кулич кладутся разные сухофрукты или орехи а также именно в этот рецепт можно добавить чайную ложку куркумы и тогда он будет по канону желтый а но я не стала так экспериментировать добавила фисташки только потому что у моего мужа аллергия на все остальные орехи а сухофрукты он не любит если у вас есть формы для выпекания куличей я завидую вам если нет лучше сходить и купить потому что с таким способом я очень сильно замучилась но делаю так довольно таки давно я просто выпекаю в железных банках из-под кукурузы гороха мучаюсь каждый раз и каждый раз думаю почему я в этом году не купила но я всегда забываю купить их в каждую форму я наполняла 1 3 тесто и могу сказать что действительно очень хороший результат тесто поднялось а рецепт моей глазури для кулича на самом деле очень многие хотят узнать а вот именно вам и только вами я его расскажу нам понадобится желатин который мы оставим в воде набухать в дальнейшем он пойдет и микроволновку на 20 секунд чтобы раствориться тем временем в кастрюлю мы насыпаем сахар и добавляем воду ставим на маленький огонь чтобы все частички сахара успели раствориться как только мы доведем до кипения эту смесь сразу надо будет снять ее с огня пока мы доводим сахар до кипения стоит ручным блендером перебить немножко желатин до образования белой пенки и затем тонкой струйкой стоит не выключая ручной блендер стоит вводить туда сахар взбиваю я где-то минут десять и образуется вот такая вот белая масса напоминающая маршмелл действительно получается очень такая воздушная очень вкусная шапочка на куличе которая не крошится во время того как разрезаешь но есть также один нюанс если вот взять эту шапочку и к примеру вы захотели куда-то отнести кулич и накрыли его пищевой пленкой белая шапочка прилипнет к пищевой пленке чтобы этого не было стоит после того как вы уже посыпали орешками там или как каким-то украшением в общем стоит немножко присыпать крахмалом я использую крахмал я аккуратненько так присыпываю чтобы распределить по всей шапочке и тогда вот именно она ни к чему не прилипнет она будет у вас на куличе держаться сейчас я записываю вам эту озвучку а кулича готовила пять дней назад я попросила у мужа оставить маленький кусочек чтобы я могла вообще посмотреть что происходит с куличом вы не поверите он мягкий я его попробовала он мягкий есть насыщенный очень вкусный вот этот сливочный вкус чувствуется сливочное масло но таким жирненьким как только когда его приготовила он таким не стал вот это как будто все ушло а масло наоборот сохранила его очень мягким вкусным потому что вот эти вот куличи которые покупаются они лежат уже дней 10 у них вот этот вкус опары полежавших дрожжей и он сухой а здесь нету вкуса дрожжей потому что их нету идет вкус насыщенный орешков и сливочного масла так он еще и мягкий спустя пять дней он мягкий я в шоке знаете иногда у нас есть какие-то очень яркие воспоминания из детства какие-то вот воспоминания которые воспринимаются с таким теплом и у меня именно с пасхой ассоциируется такое воспоминание когда я была маленькая мама накрыла на стол мы все покушали вот честно скажу моя мама готовит безумно вкусно и после застолья мы решили всей семьей пойти погулять пройтись до леса и вот у меня воспоминаниях как мы идем а вся абсолютно земля усыпана синими цветами я не помню что это были то ли крокусы то ли синие подснежники но я вот просто помню вот этот вот эту вот прогулку моя мама с дедушкой улыбаются чем-то разговаривают а я бегаю и наслаждаюсь этой красотой мне так нравится как выглядит почва и поэтому в этом году мне очень сильно захотелось праздничный стол украсить живыми цветами да мне хотелось взять синие цветы как вот воспоминания с детства но к сожалению у меня дома нет ну конечно к счастью дома у меня живет котик но она поедает абсолютно все цветы поэтому я могу сажать только безопасные для нее цветы а все цветы которые синенького цвета чаще всего они луковичные а все луковичные цветы они ядовитые для кошек поэтому я взяла они эти на глазки посадила их вот в такую белую корзину и решила тоже так немножко добавить пасхального декора чтобы было с тематикой пасхи конечно же украшения меня просто были веточки и я подумала что в уголке можно сделать подобие гнезда с яйцами в пепка я купила такие маленькие разноцветные из пенопласта сделанные яйца для декора но честно скажу все идет всегда не так как я этого хочу я думала что кошка будет атаковать цветы а в итоге она атаковала это гнездо каждый день она вытаскивала по-моему по одной палочке потом я смотрю она вот с одним яйцом играется я помню что она вот из пачки достала зеленые и с ним носилась я смотрю она уже с розовым бегает смотрю на корзину цветы немножко уже подсапанные конечно но гнезда этого нет яиц там нет набегает по дом играет с этими яйцами но чем бы вася наши ничего не тешилась главное чтоб не дом разносила гнездо ладно я еще раз делаю ну и какая же пасха без покраски яиц хотела опробовать лайфхак который сейчас особенно очень популярен в тик токе я думала блин классно яйца такие красивые получается да и удобно руки не испачку рис в лидли не особо дорогой и главное что красиво получится и схема вроде как простая все что нужно это в пакет насыпать рис добавить краситель для яиц потом добавить туда теплое лицо перемешать и у вас получается красивое покрашенное яйцо за минуту и вроде бы вот смотрите у меня получилось довольно такие симпатичное яйцо как бы вам сказали многие блогера но здесь я я про правду про свои неудачи я говорю сразу и в лоб ничего подобного до первое яйцо получилось в принципе неплохое но все последующие были ужасно но если это яйцо перевернуть там тоже будет некрасиво во всем у меня ничего не получилось не знаю может мне руки нет туда растут но честно вам скажу легче просто взять и покрасить яйца вот есть перчатки продаются одноразовые вы наливаете на них краситель и валяете яйцо ну а в луковой шелухе то все знают как красить но этот способ ребят ну не тратьте время у меня только рис красивый получился точно что он на мусорку пошел я спросила у мамы могу ли я из него сделать цветной ризотто она сказала нет поэтому и рис пришлось выкинуть яйца такие мне честно не очень понравились поэтому не тратьте свое время на такой способ ну а также в нашей семье есть традиция она есть насколько я знаю во всех семьях это делать маленькие подарочки туда включается обычно что-нибудь сладенькое яйца покрашена обязательно возможно куличи и в этом году я захотела перед поднести всем такой более оригинальный подарочек в депо я купила такие маленькие баночки где на крышечке написано сделано с любовью и туда залить варенье такой миниатюрка маленькое варенье которое мы с мамой делали своими руками в принципе туда можно и соль насыпать то есть на свое усмотрение я подумала что варенье будет идеально пожалуйста не ругайте меня за кошку я знаю я прекрасно знаю я просила ее слезть но это невозможно если стол стоит в этой части квартиры обычно он там не стоит вот для видео чтобы освещение было я туда его ставлю начинаю там что-то делать и ее как магнитом и невозможно согнать вот пожалуйста не так и я приступаю к сборке коробочки как же сильно мне нравится что на крышечке написано сделано с любовью я прям прям вау также добавляют туда шоколаду немного ну какая пасха без шоколада ну правда все мы объедаемся шоколадом в этот день это совершенно легально но и также два крашенных яйца можно еще положить какую-то маленькую открыточку перевязать это все бечевкой это кстати очень симпатично тогда выглядит и вот можно предподнести такой оригинальный подарок самым близким а на этом я буду заканчивать свое видео огромное спасибо вам за просмотр обязательно подписывайтесь пишите свои комментарии я вас очень люблю и всем пока